Приветствую вас, и, кстати, вы пишете, что делать, если боитесь всего вам. В вашем случае необходимо, во-первых, работать в двух направлениях. Первое направление – проработка изначальной причины страха, то есть поиска того, с чего все началось. Это такой отравной пункт, отравная точка вашего страха, и второе направление – это, собственно говоря, работать за страхом, как сигналом о опыте новом. Понимаете, страх – это всегда бег. Когда человек боится, он бежит, и вопрос в том, от чего вы бежите. Вот, судя по всему, вы боитесь ошибок, вы боитесь жизни, вы боитесь нового опыта. Ну, нужно понять, почему вы его боитесь. А после этот новый опыт принять. Ошибиться, получить опыт, понять, что сразу ничего не произойдет, и жить дальше. И вы будете ошибаться, потому что без ошибок нельзя ничему научиться. А ничему не научившись, нельзя ничего-то добиться. Потому что любое научение происходит с ошибками. Любое научение всегда происходит с ошибками. Потому что у человека нет изначально готовых решений на все ситуации в жизни. И это нужно очень хорошо понимать. Нельзя требовать от себя чего-то, чего вы не умели, не знали ранее. Поэтому для того, чтобы избавиться от страхов, нужно работать с двух направлений. Внутреннее направление поможет вам понять, почему он у вас присутствует, что его породило. Выявить и убрать это. А внешнее направление позволит вам, в первую очередь, понять для себя, что если вы окажетесь в ситуации, в которой вы боитесь, то страшного ничего не произойдет. Напротив, вы получите новый опыт, да, а может быть не самый приятный, но зато ситуация перестанет быть для вас неизвестной. Она станет для вас знакомой. И вы получите представление о том, как в этой ситуации себя вести. И будете чувствовать себя уверенными. А ваш страх означает, что вы пытаетесь сохранить ту картину мира, которая есть у вас, то восприятие и то мировоззрение, которое у вас сейчас присутствует, игнорируя внешний мир. Ну, это не самая лучшая установка для успешной полноценной разносторонней жизни. Поэтому, если хотите с этим справиться, то учтите эти два направления. Можно работать с ними попеременно, можно работать сразу с обоими. И выбирайте эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним борьбу со страхом. Думаю, что уже очень скоро вы сможете почувствовать себя хозяйкой своей жизни. Или хозяина своей жизни. Тут у вас, не помню, написано, да, написано, прошу прощения, хозяйка своей жизни, Валентина, да. Хозяйка своей жизни, значит, очень скоро. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста. Буду вам очень благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и...